...за свой счет, заправлял свою машину, потратил примерно тысячу долларов на эту поездку. Я завозил людям лекарства, вывозил людей из Херсона за свой счет. Библия говорит так, а без веры угодить Богу невозможно. Один вот, есть такой фильм, сбежавший из ада. Он говорит, тот человек добрый, а в Аду много добрых людей. Добрые были коммунисты, фашисты были добрые люди. Последователь Бандеры, Остапа, хорошие люди. А, нет, ну, значит, по вашим словам, я фашист, который делает добрые дела. Это прекрасно, от Отца Светов. Но человек спасается не делами, а верою. Верою во Христа. А дела, которые, подтвердить даже я делаю во имя Христа. Это он мне дал возможность таким быть? Не знаю, мне дали возможность таким быть, ну, как я считаю, хорошим человеком, это мои родители. Хорошо. Когда вам было 5 лет, 5-6 лет, кем вы хотели быть в жизни своей? Я? Ну да, вы? 5-6 лет? Да ничего не было, никем не хотел. Наигрался, вернулся домой, да все. Что там выдумывать-то делать? Поэтому вы задумаетесь, глаза под потолок. Я могу когда сказать, у людей глаза закрываются. Я уже в 5 лет хотел быть террористом, террористом, отомстить коммунистам за все, что они сделали. Я с 5 лет знал это, у меня везде ружья, ножи, все это с собакой, живьем бы не дался. А Господь в 23 года после армии меня призвал и открылся мне. Теперь меня бьют, я теперь иду по тюрьму, меня руки выкручивают, подвешивают, психиатрия, накачивают. Что только не делали со мной, я живой остался. Я расскажу так. В 5 лет я кем-то хотел быть, я просто почему глаза поднял в потолок, я вспоминал. Ну ладно, давайте дальше. Что в жизни? Неверно. Но смерть одна, верна неизмерно верна. Она не забудет, придет, приголубит, обнимет, наденет свой брачный венец и жизненный сказке конец. Все часы мира остановились. Ну, может, и такое случится в жизни. Такое бывает. Сологуб пишет. Мне нравится, кто-то что-то пишет. Я вижу своими глазами правду, и я ее немножко фильтрую. Вы всю правду своими глазами не видите. Если вы откроете Википедию, Википедия, Игнатий Лапкин, вы увидите, моя биография одна на весь интернет такая. Бог меня призвал на это. Что такое Википедия? Это сайт, который там может каждый зайти и отредактировать. Каждый зайти... Нет, ничего не получится. Все должно быть документировано. Там у меня 44 документа сфотографированные. Ушло на это два года, пока поместили туда. Каждый может. Ну, скажите, скажите, у вас из знакомых кто-нибудь есть, кто в Википедию записан? Кто-нибудь есть? В Википедии это не показатель. Я вам еще раз объясняю. Это интернет-энциклопедия. Да, это интернет-энциклопедия, которой каждый может пользователем интернета зайти и ее отредактировать. Ты можешь взять, но биография твоя там не будет помещена. Там определенные условия, которых не менее 30. Я могу зайти в Википедию, что-то в вашей биографии записать. Ну, просчитайте Википедию, Игнатий Лапкин. И вы сразу поймете, другой биографии не составить. Ее Господь составлял. Одна такая биография на весь интернет. Я вам еще раз объясняю. Я могу зайти в Википедию, набрать Игнатия Лапкина и отредактировать вашу биографию. Никто вас туда не запустит. Зайти туда никто не может зайти. Это принадлежит той, которой все этим занимаются. А они? Нет. В Википедии ты можешь исправлять, добавлять. Если когда ты там уже есть, когда есть, тебя проверили. А так нет, ничего не получится. Но это определенно. Вот я еще здесь не встретил ни одного человека, который встречался бы с людьми, которые в Википедии записаны. А передо мной прошло ни худа, ни мало. У меня только три канала. На одном канале 23 тысячи своих роликов, 81 миллион просмотров. На 81 миллиона никто не встречался с ними. Я первый перед ними. Это непростое дело. Если не секрет, сколько денег заработали? За 81 миллион. 81 миллион просмотров. Только на одном канале. У меня три канала. Не, ну отлично. За 81 миллион сколько денег дают? Я просто не публичный человек. Я себя не управляю. Ну вот я там представлен как писатель, поэт. У меня за 80 лет вышло 38 томов книг. Каждая книга 752 страницы. Ответ на тысячи вопросов студентам страны. Проповеди. Я, извиняюсь, я вам задал вопрос, если вы на него готовы ответить. Сколько вы заедут заработать? Статья была 190 прим у КРСПСР. И только 25 марта в 87 году вышел указ Президиум Верховного Совета СССР о помиловании всех политзаключенных. А реабилитация у меня пришла только 4-й в наряде в 92-м году. И тогда я стал требовать вернуть, что у меня отняли. А по государственным расценкам у меня отняли на 11 миллиардов. Ну, видите, вам повезло. У меня прадеда в Лешковской спице закопали. Вот я где сижу. 11 лет шел суд, и Господь позволил выиграть. А рассчитываться нечем. Судебный исполнитель сказал, а ни один бюджетник не получит ни рубля, пока с Лапкиным не рассчитаетесь. И со мной сразу заговорили. Мэр города, прокурор, края, там генерал-лейтенант. Все стали помогать. И вот мне дали два дома в центральном районе, самый красивый Барнауля. 13 соток. Ну и мировое соглашение давили. Вот в одном я живу, а в другом мы сделали храм Божий. Православные люди. Витя, вам повезло. Вот у меня брат священник. У нас с тарелкой по храму не ходят, копейки не собирают. Ни за крещение, ни за что деньги не берутся. Нету. Строя новую православную деревню, мы зарыбили пять прудов. Восстановили. Дороги сами восстанавливаем. Все сами делаем. Я вот создал детский лагерь, я его директор бессменный. 45 лет. Тысячи детей подняли без помощи государства. Это надо было построить, где им быть. Набрать команду волонтеров. Нам есть что показать. Ну да, вы дальше за Россию попите. Россия такая классная страна, что люди сами только... Ракета не поднимется, если Господь не допустит. Ну, поднимается. Я же в активе прочувствовал. Без божьей воли не поднимается. Волос с головы, одна волосинка не упадет даже. Ну, конечно. Не упадет. Я отвечаю, как верующий человек. Я вам говорю, человек, который здесь сейчас находится и в которых прилетает. Если не секрет, вас как звать? Меня Михаил зовут. Михаил, еврейское имя. Означает никто, как Бог. Три слова. То есть ваше имя говорит, равного Богу никого нету. Никто, как Бог. Три слова. И на небе, главный военачальник на небе, у Бога, Михаил Архангел. Нет. Вот так. А вот я не признаю там. Не признаешь, а какой год идет? 2022. А первый год от чего начался? От Рождества Христова. Так были же разные деятели. Почему не от Наполеона, не от Ленина? Нет? Я говорю, потому что так было кому-то удобнее в истории. Потому что Бог так установил. Он так сделал и так получилось. И так будет идти дальше. Мы знаем, как события будут дальше развиваться. Некоторые события с точностью до одного дня знаем. Сойдут два пророка с неба и 1260 дней будет проповедь. Над всем миром будет правитель, одна граница, не будет государств. И один правитель будет из колена данного, еврей, 3,5 года будет царем. Этого еще нет. И будет начертание на щело, правая рука запечатленная. У кого есть, получит хлеб. Не получится, помирай. А уже вплотную подошло. Даже сейчас было в магазине не купишь, пока что-то не покажешь. Ну, Путин не еврей, значит, не будет править, слава Богу. Скажем так. Ладно, давайте наша дискуссия немножко сильно затянула. Хорошо, хорошо. Приходите по скайпу, Игнатий Лапкин. И там можно встречаться каждый день. Я отвечаю на все вопросы, какие существуют. Этот, ну, можно вам дать одну рекомендацию? Что делать? Рекомендацию можно? Давайте. Уходите со скайп, по скайпу уже давно никто не пользуется. Переходите в телеграм. Создайте свой канал, если хотите, фото продвижения, чтобы вас читала там молодежь и тому подобное. У меня реклама не требуется, у меня столько. Но я говорю, только на одном канале 81 миллион просмотров. Не, ну, это ютуб. А я вам просто говорю, что скайпом сейчас уже весь мир это что? Больше 6 тысяч, 6 тысяч роликов своих я не встречал ни у кого. У меня на одном канале 23 тысячи своих роликов. У нас целый состав работает, помогают. У нас все интересно, абсолютно все. Мы посмотрим обязательно. У меня 4 тома стихов, каждый том 800 страниц. Каждое стихотворение, каждое, 36 строчек, 9 куплетов, эпиграф из Библии. Примерно 85 положено на музыку, поются в интернете. Вы поэзи любите? Я могу вам стихотворение рассказать одно другое. Я работал на Балтике. Рыбацкая шхуна с волнами боролась, стремительно крен возрастал. Смятение росло, но раздался вдруг голос и всех на молитву призвал. Волна через корпус не раз пробегала, был лопасть и виден плавник. Как туша убитого кем-то финвала корабль под ударами сник. Остались минуты, а дальше развязка. Объятие холодной волны, над пропастью мглы, с ледяной повязкой, о чем бы подумали мы. Наверное, лица родных и знакомых. Наверное, лица родных и знакомых. В феерическом сне, на жизненной грани, на жутком изломе, на вечной девятой волне. Иные клянут капитана, стармеха, проклятия всем и всему. Окончена жизненная чаша утеха и брошена разом в волну. Когда мой корабль опрокинет пучина, а рот поперкнется волной. Дай Боже, чтоб к небу своей кончиной других я увлек за собой. Автор? Я, я автор. Это мои стихи. Красиво. А другая автобиография. Вот послушайте. Такого. Я живу в Барнауле, Алтайский край. Пример к себе своим воображением все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня Бог сделал мышкой. Ни час, ни сутки, но сплошная жизнь. На выходе и в ходе за обедом стреляют точно в лоб. И давят только вниз. Задача выжить. И ни одной победы. Хотя, как знать, когда я ускользну, петля и яд меня не захватили. Враг не достал и стратил всю казну. Уверенность пожег в истерике, в бессилии. Их измотало. В горных перевалах там след моей ступни не распетлял. По шахтам, гротам, по лагам, отвалам. И следует святых, о ком я насчитал. Мой бег, мое убежище с Давидом. За мной дойк, бешеный Саул. Они разведали, что ем я мед, акриды. И штаб-квартира избран Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине в последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками, с биноклями, в машине. Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня, гнались до упаду. Я отошел, не достигаем вам. Прощать, земля, азарт, закон ограда. Мой труд, следы считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на все гляжу. Я так понимаю, это вы во время репрессий над вами написали? Ну, есть стихи, которые я написал только в тюрьме. Я не один раз был. Такие стихи, что без слез считать не будет. Ну, допустим, говорят, святая Русь. Яна, святая Русь, когда была святая? Скажите дату, срок и имена. Во свете Библии патетика растает. Останется вино, вина, война. Хватали все от севера до юга. До порт Артура, Оспа, островов. Все подгребли, самым тайгу и в югу. И расплодили нехристей воров. Кто хуже нас, сокровища земные, транжиры, жопы рубят по весне. Спасибо за субтитры Алексею Курас. Возвращ идет до сезона. Спасибо за субтитры Алексею Курас. Продолжение следует...